Ну что же, всем привет! Продолжаем проходить стрей. У нас наконец-то появился шанс уйти в струщоб, посмотреть, что находится над этим странным куполом под названием Звездное Небо. Увидеть, возможно, солнце, если оно есть. Какие здесь краны еще остались, смотря, огроменные. Это прям вот новая локация уже. Кажется, прям новый этот мир. То, что нам было недоступно, теперь можем осмотреть, пройти. Даже не будем терять время. Нам похоже туда. Снова мы в опасном мире с зурками. Надо будет бегать, уворачиваться. Крыши. Вон они. Да, похоже, здесь уже, хотел сказать, люди, роботы не водятся. Мы здесь сами за себя. Вай, вау, вай, зачем? А зачем привлекать внимание? Отойдите от меня. Отстаньте. Помогите. Вай. Случайно. Они тоже запрыгнули, да? Фу. Рядышка. А что это такое? Зурка. Зурка росли какие-то, что ли? Так, ну я не знаю, линейно здесь нелинейно. Можно в одну сторону или не в одну, но... Блин, ну походу туда надо добраться прям наверх и будем, давай, особо не заостряться, не останавливаться. Все, они не могут так прыгать. Это хорошо. Ну давай это сохраним, запомним. Город полон неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы, неоновые вывески по всему городу, а дома. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не могли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсаде. Я думаю, это помогло. Так. Что это? Ну туда надо. А, во! Ой, во! Османый прикольно. А что нам не туда, оказывается? Сюда? О-о-о-о! Куда? А куда? А подожди, ты меня путаешь. Наверное, надо еще раз сюда. Ага. Хм. Теперь бочку надо подвинуть. Что-то камера. Что нам ваши камеры? Ой! Заблюгнем обратно. Что, недостаточно еще, да? Ух, какой кот! Вот так засвалился вначале, не хватило им. Ха-ха. Не испугался, видимо. Очень храбрый котик. Опа. Зломать дверь. Подожди, тут что было? О-хо-хо-хо. Смотри. Ну давай. А, серьезно? Подожди, а. О-о-о-о-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, 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 подожди. Убегай отсюда. Ах. надо было два раза взламывать сейчас чем у меня мышка появилась мышку иди отсюда так где мы человек далеко подожди и пониматься я не пониматься где мы находимся вообще а все понял помог бы и там перейти артянет не залезть никак ну давай два раза взломаем дожим пока не сбегутся и не на и смешные смешные какие это просто побежали 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 давай давай отлично все спокойно указатель прикольно блин в какой это непонятно паутина не паутина органическая какая-то вообще прям а пошли дальше ой мы высоко ужас богу ого все это хренью за вас заросло смотри он даже жутко немножко а чё уже дошли это здесь так далеко кажется потом близко по я бы на пол не спрыгивал не очень приятно так так нет никаких книжек не ничего пошли огромный живой организм какой-то да как будто он там зурки 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 еще и светится хаха так подожди котик мы не пройдем здесь что ли по этой давай я уверен ты можешь ладно не хочешь бой быстро быстро быстрее 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 бедняга так давай осмотримся куда есть можно ну вперед и ну туда я вижу все чем там зуб там зубки пошли туда побежали давай быстро 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 а ей чет не можешь давай а по ой сюда чему о давай давай быстрее 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 куда 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 быстрее быстрее было страшно и надо было просто сразу вернее со спринтом бежать так здесь их надо как-то это самое отвлекать теперь так а как сделать это а вот так наверное сейчас или нет или да а ну да давай побежали сломай я побежал для какой код давай быстрей ой давай закрывай 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 а хохохохохохохохохохох какой ужас ай ай еще есть много ой так но это на скорость сейчас я всех запустил да получается все успели или здесь можно как-то по этой они смысла нет потом так ну давай куда ты мой posição и моего его 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 и а чё они за мной бегут хочу происходит они не что если мне сделалось так я не знаю ладно ну и есть такой был способ здесь я не знаю правильно неправильно то странные максимально эти звуки зок тараканы давай давай ну а чё нет давай во лифт заработал наконец-то у сколько их ой надо ждать пока он это откроется ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо отлично отлично было прикольно использовать лифт и смешные блин такую вибрация дает как будто сам налегте откройте ну ну давай наверх давай не откроется вот мы и добрались установи прямо передатчик на антенну я уже забыл что у нас прием передач какой-то с тобой а сюда использовать выберите предмет так напиток пончо вот она ооо дамба серьезно и чё в самый низ да не наверно вряд ли вернемся смотри какой вид отсюда выглядит очень красиво я вспомнил город он должен быть он должен был стать убежищем те огни похожи на звезды но это всего лишь фонари на геометричной крыши закрывающий город люди построили эту оболочку чтобы защитить себя от аутсайда но это им дорого обошлось отсюда выхода нет да ладно аутсайд был ужасным местом совершенно бесплодным непригодным для жизни и опасным но если ты пришел оттуда значит там снова безопасно ну да там же было солнце мы же видели я обещал не просто пойти в аутсайд я обещал открыть город я до сих пор не понимаю почему одни воспоминания возвращаются ко мне а другие нет но теперь я уверен что это мое предназначение я должен открыть город давай вернемся и найдем momo теперь когда мы подключили к приему передатчик можно надеяться на помощь а к momo ой прям крупные воспоминания сюжетная подожди я же не посмотрел а все понятно ну трущобы часть 2 муму смотри записка маленький аутсайдер если ты это читаешь а значит ты еще жив отлично я отнес кое-какое оборудование в бар чтобы воспользоваться их антенной давай встретимся там же я заблокировал окно но код чтобы его открыть очень простой это понятно очень просто будь внимательным к чувствительным к регистру увидимся в баре должно быть это код от окна возле входа вперед серьезно и в 12 вот замок для окна а код мне кажется это буква h ошибка неправильный ключ ой прости ладно попробуем еще раз а потом буква о или ноль сейчас посмотрим успешно сработало мама ждет нас в баре прикольно какой молот программист я фотошоп так барчик у нас конечно а прямо здесь тринь 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 здорово эй маленький пушистик иди сюда мне удалось поймать сигнал а че надо бареточку не присесть рядом я хочу на бареточку во матрицу поймал какую-то смотри путь нео давай посмотрим смогу ли я заставить эту штуку работать давай хм почти получилось прием меня кто нибудь слышит прием да мы тебя слышим мы из трущоб мы пытаемся отсюда выбраться и погоди это ты с балтазар мому я не могу поверить я так рад слышать твой голос с балтазар ты где остальные в порядке да мы в безопасности мы нашли путь наверх прием ты все еще меня слышишь чтобы добраться до нас тебе нужно пройти через канализацию очень опасно везде зурки канализацию ну как прием а это вот где видишь там закрыта была у нас канализация чёрт сигнал пропал не могу поверить с балтазар жив ему и время аутсайдерам удалось подняться по канализации канализация самое опасное место в трущобах но если с балтазар выжил то и у нас получится ну давай пробовать вам ни за что в жизнь не пробраться через канализацию там все кишит зурками они быстро с вами расправиться особенно с тобой малыш многие уже пытались прошлым ничем хорошим это не закончилось в любом случае я тебя предупредил твои дела меня не касаются мэйдин франс шеймус его отец док был великим ученым он разрабатывал кое какое-то новое оружие для борьбы с зурками несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так и не вернулся но мы одно уже испытали на зурках на крыше так с тех пор шеймус сам на себя не похож что нам оружие дадут от зурков шеймус не слушай его он просто напуган как и раньше если док создал оружие это наш пропуск к аутсайдерам в своей записной книжке док несколько раз упоминал секретную лабораторию должно быть именно там он над этим работал в квартире шеймуса может быть подсказка за мной так может переводить ну у тебя и прикид хе-хе хе-хе смотри вот здесь необязательно нажимать поговорить даже просто мю-мяукнешь и уже какой-то диалог происходит. Автор, потом. Шемус, открывай, ну же! Или это не автор? Твой отец хотел бы нам помочь, ты его знаешь. Что ж, этого следовало ожидать. Шемус очень переживает за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет. Но вот тебе. Кажется, у меня есть идея. О, какой. Вот, возьми записную книжку Дока и покажи его Шемусу, ее полученного предмета. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию и маленький аутсайдер. А я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. У, да? Поверча. Ты что здесь делаешь? Я же говорил, пробираться через канализацию самоубийства. Оставь меня в покое. Так, давай. Попробуем показать. Это что? Погоди, это моего папы? Ого, я и не знал. В моей квартире есть тайная комната? Ну а где? Если б я сам знал. Так. А я думал, нам коды покажут. А, это мы ищем тайную эту. Ты давай здесь. О! Кот! Ты знаешь? Это я, кот. А вот код доступа, как найти? Мы же не знаем. Подождите. Я посмотрю, может здесь. Вот чего-то такое. Время покажет. Ага. Не похоже на код доступа. Ладно, давай просто нажмем. Может он знает. А. Я раньше не замечал этот цифровый код. Как я мог его пропустить? Понятия не имею, какой здесь пароль. Так, следовало ожидать. Сакс. Хм, носки. Ммм. Ну а... Я не вижу, чтобы что-либо могло указывать на код. Так, что скажешь? Если оружие, способное справиться с звуками, действительно существует, то где-то здесь должна быть подсказка. Давай обыщем всю квартиру. О! На телефон что-то написано. Смотри-ка. Ой, на чего ты не фокусируешь? Ха-ха-ха. 9-9-8-7, похоже. Блин, так мелко. Давай попробуем. 9... Ой, 9-9-8-7. Нет! Блин, я специально нагибался. Хе-хе. Или... 2-5-1-1. Было бы прикольно, если бы так. Ну-ка, 2-5-1-1. Да! У-у-у! Слушай, клёв, клёв. Это мне понравилось. Лаборатория. Перевести. Сенсация, роботс Ньюс. Внимание, контроль над звуками потерян. Теперь они едят металл. Ого. Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удавалось скрывать её. От меня всё это время. Схемы должно быть для его оружия против звуков. Папа всегда скрывал, над чем он работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытывать в реальных условиях. Он ушёл из посёлка и так и не вернулся. Реал. Опа. Прим. Всё? Хе-хе-хе-хе. Перевести. Схема дефлюксора. Концепция световой пистолет. Во, я, кстати, вот видел чё-то такое. Световой пистолет я видел уже давно в этой игре. Но не имел вообще никакого понятия. Низкий приоритет. Внешний вид, размер, мощность шума в децибелах. Высокий приоритет. Испытания в реальных условиях. Цель уничтожить 20 зурков в секунду. О-о-о-о. Ну да, это нам поможет, конечно. А вот где? О-о-о. Лужа твоё. Во, смотри. Ха, зурк. Ну да, они какие-то полутураканы, полуклещи. Но, блин, они какие-то даже милые. Наблюдение. Приятные звуки. Но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времён поедают все виды металлов. Совершенное зрение в темноте реагирует на интенсивный свет. Давай посмотрим, почему свалили. Взять сломанный прибор. Угу. Кого-то его надо чинить. Наверное, сейчас пойдём к Мому. Вроде всё нашли. Пошли. Мяу. Чё, не откроешь? Мы не всё, что ли, нашли? А, пошли, пошли, пошли. Блин, закрыто. Хм. Давай с тобой поговорим. Я же вроде нашёл, не? Нашёл что-нибудь интересное? Да. Сломанный трекер. Погоди, я это раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушёл? Не могу поверить, что папа всё ещё может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зурков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужен только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной, я открою тебе дверь. Подвинули. Так, слушай, давай приостановимся на этом. Я вижу, что запись идёт уже больше, чем полчаса. Ну, вот. Чего? Ты сказал, иди за мной. А, он просто дверь должен открыть. А, ну мне, значит, надо то ли в бар, то ли куда-то. Короче, сейчас будем чинить трекер, создавать оружие, пробираться из трущоба канализации. Ну всё, думаю, это уже сделаем в следующей серии. О, смотри, значок на этом нот. Вот его, куда прикрепили, оказывается. Наверное, можно значки собирать такие даже больше. Вот, в общем, пока что большое спасибо тебе за просмотр. Всем хорошего настроения и погладь кота.